Итак, всем привет, с вами Добльгай и мы начинаем играть в Кайзершвизу за Германию, но не так просто. Ставил я сабмодик интересный на интересную личность, какую вы, конечно же, уже знаете из названия видео. Ну а мы начинаем. Если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь. Поехали! И так как, чтобы привести эту прекрасную личность, на самом деле ужасную личность, мы ее, конечно же, осуждаем, нам нужно, во-первых, у нас, кстати говоря, очень интересный правитель, я, это из-за сабмода, почему-то у нас Абема во власти, ну, видимо, с прошлого прохождения остался, из Вашингтона переехал в Германию. Так вот, нам нужно, чтобы гражданка началась, для этого нужно сделать все самые плохие варианты в Черном понедельнике, мы это обязательно сделаем. Ну и я уже сюда вот пересылаюсь в свои дивизии, потому что, когда начало гражданки, мы еще будем на нашей вот этой вот стране, можно будет их подраспустить, а еще часть из них пойдет нашей новой стране. Поэтому мы что-то вот так вот закинем производиться на самом старте, казуально, и все дивизии переделаем в один и тот же шаблон. В идеале, если успеем, а мы вроде как успеваем, вот этот наш шаблон, сделаем сразу что-то, что нам на основой стране должно остаться. Вроде как, дивизии части станутся, так что у нас уже не надо будет тратить опыт на, чтобы эту дивизию потом сделать нормально. И вот в Черном понедельник начинается Мейнгад. И нам нужно, что делать правильно? Ничего не предпринимать, я думаю, ребята сами разберутся. Я думаю, единственное, что мы еще поделаем, это поделаем здесь вот фокусы на фабрике, потому что фабрики-то так или иначе останутся, мы бы их не взять. Ну и плюс мы, конечно же, успеем что-нибудь построить, поэтому немножко мобилизуемся и строим тоже просто в фабрике. Но в этого, да, давайте, Кюридка отправляется в Африку. Ваня просит помощь, всем помогаем. Немецкой экономики хватит на всех, в скобочках не хватит, но это уже не наша проблема. В Польше монополии падают, Едрих там что-то рассказывает, но в общем-то все понятно. Мы просто оружие, конечно же, поможем. Игру сделала, просто я покинула Метальд Европу, отвратительно. Вот он, молодежный террор, Майн Гуд, ужас. Феденция проблем в колониях, только сколько необходимо, я уверен, это не приведет к никаким проблемам. Хозяйственный кризис, я думаю, мы не должны рисковать, конечно же. И надо держать, предпрессия на плаву. А еще, по-моему, надо сделать первый фокус черного понедельника, давайте сделаем, потом дойдем по фабрикам дальше. Итак, в фабрику мы залезем, что может, по-моему, случиться, надеюсь, что-то случится. Румыния нефть национализирует, да-да. И вот оно, последствия мы сделали, теперь точно идем по фабрикам. Дальше по последствиям можно не идти. Помогать компаниям, жертвы должны быть принесены. С оглашением можно, кстати говоря, в принципе, согласиться, хотя в целом особо разницы нет. Помощь всем, кому можно помочь, мы, конечно же, поможем. И здесь, ну, как сказать, внешним ребятам всем поможем, но внутри, конечно, затягивайте пояса. Мальта независима. Спасения банков, конечно же, нет, справляются сами. И французка от свое лицо и дают нам 10 тысяч монтавера. Удобное лицо, пускай показывают. Горецов, это наше вложение. Все самое плохое. Им мы отправим оскорбление, как говорится, из Ю-4. Литовский посланник, да, допустим, банк начинает рушить. Удача, удача им. Им просто не хватает немножко удачи. Просто им не повезло, что я пошел по пути, где им пизда. Было бы лишь у них побольше удачи. Экспроприаций, нет, мы, конечно же, не сиди и не коммуняки. И еще мы можем построить чуть побольше фабрик. Но вообще вряд ли сильно много. Но что-то мы еще успеем достроить, я думаю. Мы можем сделать интервенцию в гражданскую войну в России? Не? Ну давайте попробуем, звучит интересно. Первый раз это вижу. На франшистке полная поддержка. Вот и Мальта покинула вообще Медель-Европу. Так можно кого-то поддержать. И кто это? Балтийского герцогства. Ага. Давайте. И вот оно, наверное оно. Западная русская армия. Медельская поддержка. Ну, некоторые бафы есть. На самом деле, чуть-чуть это им поможет, но вряд ли сильно это что-то изменит. Тем не менее, в России будет война подольше длиться. Экономика в руина. Все, само собой решится. Конечно же, рыночек порешает. Не смотрите на стабильность. Заработа выходит на улице. Надо было сделать, но точно не нам. Так. Революция в Польше. Да. Ну, заняты. Но еще и корабль. Не знаю какой. Точно не наш. Ну, как я говорю, Петроград пал. Как будто душит социалистов. Ну, обычно в начале душат, но потом они как-то справляются. Я думаю, они должны справиться. Массовые беспорядки. Ну, не у нас же, верно? Не у нас же. Еще и сибирская армия движет на запад. Ну, все, в России веселуха пошла. Ну, вообще, по ощущению, эта армия сибирская только им поможет, потому что дает этой бафы. Причем все армии, а не только, которые участвуют в войне там вот на востоке. Так что, да. Это только баф. Но еще тут баф от французов есть. Неплохой, на самом деле. Так что, я думаю, они должны кое-как справиться. Так, обеденный фронт. Обеденный фронт, да, это про немцев. Центр не может удержаться. Посмотрю, почти добралась до порога Германии. Да, рассвет. Рассвет в Германии. Все правильно. Политика. О, в Тонкавказе. Да, немцы, видимо, какие-то или что. Власти, но, к сожалению, мы пошли немножко по другому пути. Открытое восстание. Это случилось. И последним указом сбежавшие на восток, так сказать, ну, не на восток, на запад, объективно говоря, коммунисты приказывают удалить армию. Теперь мы за революцию. Запомнился, что прямо среди войны не стесняется бот взять и потренировать флот свой. Я, пожалуй, так делать не буду. И он тут армию тоже очень смешно распределял, но тут тоже мы этого делать не будем. Да, как я и говорил, видите, у нас теперь хотя бы нормальные дивизии. Конечно, они не заполнены, но, типа, какая разница, там все равно у врага нету ничего, что пойдет. И просто на третьей скорости сейчас все закрасим. Перед этим, господи, он начинает строить топливное хранилище. 10 и 10 бот. Ну, нет, мы будем строить, поджалую, немножечко фабрик еще, я думаю, нам пригодится. Ну, тут добровольцы отправляют, ну, мы их премиум, хотя, по факту, нам, ну, вид, никто не нужен, нам нужно просто захватывать провинции тут. Это очень просто. О, еще и линдлис. Кстати говоря, насчет линдлиса, а вот это я, может быть, принял бы, если тут готовы, да, мне что-то давать, я, конечно же, это все возьму. Хоть они не берлина, как так. Проферис пакта, да, это все нам известно. Что для нас нового? Вот, германская империя капает буквально моментально, потому что там стабильность и поддержка войны, скорее всего, были просто на днище. Мы в войне с Критом? А, нет, все, Крит замирился, отлично. Падение Германии. Такое у нас готово. Теперь поехали сразу же в победу и будем делать выборы, но выборы, к сожалению, здесь проходят далеко не сразу, но мы дождемся их. Ну, еще мы получили какие-то их запасы, хотя тоже, наверное, не так много. Вот, к сожалению, Конгресс проходит очень не сразу, так что придется подождать, пока тут все произойдет. Кстати говоря, мы договорились с Францией, мы теперь стабили в интернационал, но отказались от претензий на Люксембург и Эльза Слатарингио. Хоть это чуть-чуть попозже, конечно же, исправил. И Британская империя возвращается на свои острова. Почему-то, почему-то, в такой ситуации всегда происходит вот это. Наверное, это скриптовано, чтобы интернационал не был слишком силен или что. Не уверен. Рассказывают нам тут про партии, но нам интересна только одна партия. Самая, а, правая, левая партия, так сказать. В принципе, имеет логику, потому что самая-самая левая партия, это первая партия справа, верно? Еще тут про профсоюзов рассказывают, но это все нам слежит неинтересно. Почему-то у нас генералов вообще нету, ни одного. Это выглядит ультра-странно, потому что в теории у нас должны быть генералы и много. Так, паршивая овца, а национализм, так, ГСНП, это вот как раз-таки... Это оно... Нет, это не совсем оно. Может в сфере вступить фаланстр, давайте вступим, это даст нам бафы исследований. И давайте начнем, давайте начнем, пожалуйста, наконец-то. Ну-ка, ну-ка, победа Геббельса. Неожиданно. Для вас вообще супер неожиданно. И, господи, посмотрите вы на эти фокусы. Какая же это жесть. Как здесь много бафов. Здесь упирается вот сразу весь дебаф экономики. И накидывается просто тонна всего. Ну, вот это взаимосключающее. Но, тем не менее, как бы вот это все вы берете. Тут берете баф, тут еще берете... Господи, посмотрите на эти исследования. 15 просто. Еще 10 электроника промышленности. Еще 5... Точнее, 10 ресурсов. 10 в электронике, 5 в промышленности. Будет за обмен побольше. Короче говоря, просто жесть. И парами там тоже потом будет. Но давайте сразу начнем. И вот сюда, в нашу экономику. И, походу, генералов у нас все-таки... Да. Я боюсь, что что-то забагывалось. Давайте... Нет, у нас реально 0 генералов. Что-то наверняка забагывалось. Ну... Увы, придется тогда так и играть, наверное. КЗ. Так, одержали мы победу. Да. Так и должно быть. И теперь нам главное одержать победу над нашими дебафами. Поэтому мы идем сразу же вот сюда. Национальный корпоративизм. И, господи, да. Тут тоже очень жесткие бафы. Но именно здесь не такие большие. Но вот потом здесь нам накидают и эффективность, и скорость строительства. Я вижу там синтетическое топливо дополнительное. Короче... Короче, очень-очень жестко. Здесь у нас канал. Плюс бафчик. И теперь национальный ресурс. Посмотрите, сколько мы тоже ресурсов получаем. Из важного здесь очевидно. Во-первых, нефть, которая у нас ни хрена не нужна. Во-вторых, есть куча вольфрама, хрома, алюминия. Которые нам, конечно, очень нужны. Есть еще стальные. Устали у нас и так хватало. Вот остальные редкие ресурсы. Да. Нам позволят не закупать почти ничего. Кроме, там, не знаю, может, какой-то алюминий. Хотя нет, тоже алюминий у нас дофига. Наверное, может резина, чей-то будет, как обычно. В Америке вторая гражданская началась. Что необычного тоже для нас? Есть. Так, дальше. Промышленность. Давайте, конечно же, сначала бафы себе будем брать. Фабрики почекунь устроят. Но это все еще мы себе не убрали в основании экономики, которая очень жестко нас дебафает. Но она упирается тоже очень быстро. На самом деле, по ощущениям, это самая темповая Германия из всех, что есть. Потому что дебафы избавляются очень быстро. Гражданка простая. Здесь бонусы очень сильные против Франции. То есть, ну, громко по фокусам тоже жестко. Единственное, да, вы теряете неплохую часть армии. Это, наверное, самая опасная часть. Но в остальном, как бы, уже если в 38-м году, да, вы, наверное, будете сильнее, чем обычная Германия, как минимум по промышленности. О, плюс стабильность. Приятно. И мы хотим здесь построить... Наверное, крупа возьмем, потому что военные заводы чуть-чуть поважнее. С одной стороны, с другой стороны, нефтехимические нам очень будут нужны. У нас теперь нет резины нашей, которая у нас бывала раньше вот здесь вот. Теперь придется самим ее производить. Итак, есть национальная служба труда. Можно потестировать технократическое влияние за ячейки исследований. Но я бы все-таки хотел сначала вот сюда выйти, убрать дебаф и получить командную экономику. Это будет у нас свободная торговля, только ресурсы мы продавать не будем. В этом есть, конечно, минус того, что мы не будем получать фабрики за эти ресурсы. Но фактически все наши ресурсы — это именно наши ресурсы. И это очень неплохо. Я бы сказал, там еще, по-моему, сверху... Господи, хватит ивентов мне. Вот нет, дополнительных бафов нет, но все равно, просто того, что мы кричим нашу экономику, там очень бафается много чего. Ресурсы в том числе, так что да. Нам будет хватать на все. И мы, кстати говоря, как раз эти два бафа промышленности можем потратить на вот эти вот два следующих исследования по производству как раз таки военному. А испанка, кажется, закончилась в 37-м. Господи, это какой-то спидран по испанке, я не знаю, потому что это ну просто безумно быстро как-то. Кстати, мы уже вышли из интернационала. Да, киблис, видимо, не сильно подходит для такого альянса. Оно и логично. Все-таки франкофоб во власти. И вот она, национал — социалистическая рыночная экономика. Звучит абсолютно безумно, а по бафам звучит абсолютно безумно сильно. О, тут еще и описание классное. В частной и национализированной отрасли промышленность работает рука об руку в интересах наций и людей с сильной социальной системой, которая взаимосвязана с партией для обеспечения полной лояльности. Это база или кринж? Это, блядь, хороший вопрос, я вам скажу. У меня аж игра зависла после такого описания. И ура, товарищи! Национал — социалистическая рыночная экономика пошла в ход. У нас теперь тут 25%. Да, у нас фабрики начали нормально работать, наконец-таки. А учитывая, что у нас тут еще и инфраструктура шикарная, то, конечно, застраиваться мы сейчас будем ультра-жестко. Единственный минус, так сказать, этого пути. Фокусы долго открываются каждый раз. Не знаю, может, их много, может, потому что тут еще какие-то проверки есть. В том случае есть такая тема. И тем временем в России, да, социалистическая республика как-то держится, но как-то напряжно, на мой взгляд. Еще и смотрите-ка, белая рутения, как будто какие-то себе территории смогла захапать. Удачно для нее, я бы сказал. Есть технократическое влияние. Это сразу нам дает еще одну ячейку. Прекрасно. А еще дает тоже очень жесткий пафф. 10 максимальной эффективности, 10 тут еще скорости строительства, ресурсы, стабильность в неделю. Господи, просто все, что только можно дали. Тут еще нам, мне даже подло считать, но, в общем-то, очень много нам дадут фабрик и военных заводов. Прекрасно. Я считаю, абсолютно адекватный и абсолютно балансный путь. Ноль перебафанных каких-то вещей. Конечно, вспоминая Аляску, все кажется неперебафанным, но, блин, Германии давать вот это вот, это просто жесть. Делаю нашу дивизию до, так сказать, рабочей лошадки нашей обычной. Да, у нас тут, конечно же, будут минусы, но мы с ними еще разберемся. И можно сократить производство, я думаю, немножечко пехотки и, конечно же, артиллерии, потому что у нас сейчас эффективность будет расти. Очень солидно, так что нормально. И новая тяжелая промышленность, еще темпы исследований, эффективность производства, сохранения, ресурсы, господи, это просто нереально жестко. И сразу мы рашим вот эти вот технологии, чтобы еще больше получить производство. Так, кстати, думаю, на самом деле можно было пойти в концпром, потому что у нас и так здесь очень жесткие бафы вот сюда идут, ну, на сохранение, да. Смотрите, 20, ну, 15 точнее процентов. Как бы у нас рост тоже какой-то есть, как будто можно было чисто объем всегда на максить, потому что у нас макс-эффективность очень большая от различных фокусов. То есть, как будто можно было объем побольше. Наверное, было бы жестче, но я думаю, так это безумно сильно. Итак, новая тяжелая промышленность есть, давайте, наверное, сразу увидим МСП. Тут еще есть, кстати говоря, вот этот прекрасный баф, темп исследования еще плюс 20. Бросить строительство еще 20, запас горючего 40 и горючего плюс 75% прирост. Дети в Табанов, куча инфраструктуры и еще какие-то трейли. Хроника, господи. А это что? Это какие-то супербыстрые эти поезда, да, какие-то статистические? Давайте вот сюда пойдем, потому что 15% исследований и еще вон там десятка и пятерка это просто космос. В прямом смысле этого слова такими исследованиями можно в космос в 40 полететь. Но, ну да, мы просто берем их вперед всего. Актуальный вопрос, почему не Эльдосалтерингит, а в принципе уже и не будет. И как бы, а Сапирь Германии тоже, наверное, наверное тоже не будет, потому что Германская империя существует, мы не Германская империя. У нас другой так на самом деле. Так что да, мир обещает быть сейчас очень швызовым и очень интересным. Посмотрим, как на самом деле он будет выглядеть. Кстати говоря, штате мы не можем создать, точнее, не можем до фокуса штате создать агентство, но после, посмотрите, тут тоже супер жесткие бафы, спецназначения, шифрование, дошифрование, минус 20 время улучшения и плюс 2 ячейки, то есть в общем-то гениальные у нас шпионы будут. В штате и правда была очень жесткой вроде как разведкой. Вопрос только хотим ли мы взять вот это вот, и вот это вот, и вот это вот, или уже сюда пойти. Давайте, наверное, сделаем гидроэнергетику, это по фабрике нам должны давать, потом делаем инфраструктуру и потом пойдем по вот этим политическим фокусам, потому что прямо сейчас синтетика нам объективно говоря не супер нужна, мы еще самолетов в нормальном количестве не делаем, как бы можно почилить. Наверное, продолжим мы уже в следующей серии, гибель взял лазь, рефилл, смотрите, господи, какие же он нам бафы дал. И в следующей серии Германия явно станется супер-супер жесткой. Так что, ребят, с вами был Дабгей, обязательно ставьте жесткие лайки, оставляйте жесткие комментарии под видео, подписывайтесь на Twitch в Discord, если вы еще там вдруг тоже отсутствуете, как и на канал. До скорых встреч, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!